Псалом 48, начальник ухора Самовкореевых Псалом. Слушайте сие все народы, внимайтесь ему все живущие во Вселенной. Простые и знатные, богаты равно как бедные. Теперь пророк хочет сказать нам нечто великое и таинственное. Он не призвал бы к слушанию жителей всей земли, не составлял бы зрелища Вселенского, если бы не намеревался сказать нам что-нибудь великое, славное и достойное великого собрания. Он уже не у идеи, только живущим в Палестине, изрекает пророчество, но как апостол и евангелист обращает речь ко всему роду человеческому. Закон научал народ в одном углу Вселенной, а слово проповеди евангельской возвещено по всей земле. И распространилось по всем странам, какая только освещает Сонта. Тот был некоторым руководством и предуготовлением, и служил к осуждению и смерти. А это благодать и мир. Итак, если он призвал к слушанию весь род человеческий, то приступим и мы, и посмотрим, что хочет сказать нам псалмопевец, общий наставник рода человеческого. Как хотя бы то были варвары, хотя бы мудрецы, хотя бы простолюдины. Ты всем повелеваешь приступить. Да, говорит. Поэтому и начинает так. Все народы, внимайтесь ему все живущие во Вселенной, разумея все человечество. О, какое учение! Как оно полезно всем и относится ко всем. Поэтому он и призывает всех не только просто слушать, но и повелевает внимать возвещаемому с великим усердием и ревностью. Не сказал только «слушайте все народы», но и «внимайте». Выражение «внимайте» значит не что иное, как слушать с усердием, напряженным вниманием. Слово «внимать» употребляется, собственно, тогда, когда кто-нибудь говорит к самому уху, и сам внимая и другого заставляя «внимать» внушаемому. «Внимайте все живущие во Вселенной!» Если есть племена, еще не сложившиеся в народы, рассеянные и кочующие, то их, говорит, я призываю к слушанию. И посмотри на мудрость проповедника. Прежде всего он возбудил внимание и возвысил душу слушателей, призвав всех их вместе к слушанию. А потом, когда призвал, смиряет гордость их, чтобы они немногочисленности своей не стали превозноситься. Действительно, кто намеревается говорить о предметах любомудрия, тому особенно нужно такие слушатели иметь сокрушенных, смиренных, чуждых гордости и тщеславия. Как же он смирил их души, напомнив им об их природе, сказав «народы», добавляет «и все живущие во Вселенной». Указал на природу, из которой начато было бытие наше, напомнил об общей матери всех нас. Для чего он прибавил «сыны человеческие»? Так как он сказал «земнородные», то чтобы кто-нибудь не подумал, подобно языческим баснословам, будто люди вначале выросли из земли, как некоторые баснословили, представляя людей посеянными, он и прибавил «сыны человеческие». «Отцы ваши люди, но начало бытия у вас и у них земля». «Что гордишься, земля и пепел?» Серахов 10.9. «Представь свою мать и смири гордость». «Укроти высокомерие, вспомни, что ты земля и в землю отойдешь». «И оставь всякое тщеславие». «Мне нужен такой слушатель, для того я смиряю тебя, чтобы сделать тебя способным к принятию возвещаемого». «Вместе слушайте знатные, простые, богатые, равно как и бедные». «Видишь, высокое достоинство церкви». В самом деле, не высокое ли это достоинство, что она не делает выбора между слушателями по званиям, но равно преподает все учение, предлагает общую трапезу богатому и бедному, сказав о том, что соединяет всех, то есть что все земнородны, все сыны человеческие, указав на общую всех природу. Пророк потом обращается к кажущемуся различию. И неравенство в житейском отношении отвергает это различие, призывая всех вообще, потому что у нас общая природа. «Призываю, говорит, всех вообще, потому что у нас общее жилище, вселенное. Вы придумали различия по богатству и бедности, и ввели неравенство. Но я опять отвергаю его, не предпочитая богатых и не унижая бедных, равно не призывая и одних бедных, и не отгоняя богатых, но призывая тех и других, и не просто тех и других, тех прежде, а этих после, или этих прежде, а тех после. Но вместе пусть будет общее собрание, общее слово, общее слушание. Хотя ты богат, но ты произошел из того же праха. Явился на свет так же, как и бедный, одинаковым рождением. И ты, сын человеческий, и он. 233. Если же самое главное и существенное у всех вас одинаково и равно, то для чего ты превозносишься тенями и призраками, из-за ничтожного расторгая общее? У вас общая природа, общее рождение, общая собственность. Для чего же ты делаешь внешнюю принадлежность поводом к разделению? Я не терплю этого. И потому призываю тебя вместе с бедным, вместе богатый и бедный. В других местах не увидишь вместе богатого и бедного. Ни в судилищах, ни в царских чертогах, ни на торжищах, ни на пиршествах. Там один в чести, другой в презрении. Тот с дерзновением, этот со стыдом. Мудрость без нега пренебрегается, и слова его не слушает. Экклесиаста 9.16. Богатый сказал глупость, и оправдали его. А бедный сказал умно и подвергся еще и нареканию. А здесь не так. В церкви я не терплю такого преимущества и такого безумия. Но предлагаю всем общее учение. Посмотри на мудрость учителя, как он еще прежде, нежели начал проповедь, одним воззванием преподал величайший урок. Призвав всех вместе, он не попустил ни богатому превозноситься, ни бедному оставаться в унижении. И показал, что как богатство не есть благо, так и бедность не есть зло. Но то и другое относится к вещам излишним и внешним. Для меня, говорит, нет никакого различия, будешь ли ты тем или этим. Ни в богатстве твоем я не вижу преимущества, ни в бедности недостатка. Но может быть кто-нибудь скажет ему, если ты человек, имеющий такую же природу, то как ты считаешь себя достойным и способным быть учителем Вселенной и призываешь всех с концов земли. Разве ты имеешь сказать что-нибудь достойное такого собрания? Да, говорит он. Призвав Вселенную и тем, сделав слова свои достоверными, послушай, что он говорит. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Видишь ли, как он скоро объяснил слова свои? Не о богатствах, говорит, я буду беседовать, ни об отличиях, ни о власти, ни о силе телесной, ни о другом чем-нибудь из вещей тленных. Я намереваюсь обстоятельно говорить о премудрости, которая не напрасно и не случайно досталась мне. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Какая связь этих слов с вышесказанными? Вместо учителя я вижу теперь слушателя. Он призвал всех к слушанию чего-то полезного, и когда все пришли и собрались, когда обещал сказать нечто мудрое, тогда еще не сказав ничего, оставляет место своего учителя и переходит на место слушателя. Преклоню, говорит, ухо мое к притче. Почему же он так поступает? Весьма благоразумно и согласно с предыдущим. Так как он сказал, «Уста мои изрекут премудрость», то дабы кто-нибудь не подумал, что будет сказано нечто человеческое, слова по учению сердца моего не подозревал собственного его изобретения, он удостоверяет здесь, что возвещаемое божественно, и что он не проповедует ничего собственного, но что слышал, то и говорит. «Я преклонил, говорит, слух мой к Богу, услышал от Него, и что не зашло свыше в душу мою, то и возвещаю». Подобным образом, говорит и Исаия, «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог славить Его и возвещать имя Его, преклоню ухо Его и послушаю». Так же и Павел, говорит, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Видишь ли, что и он был прежде слушателем, а потом стал учителем. Потому другой переводчик и сказал, «И прошепчет сердце мое». Что значит «прошепчет»? Пропоет, произнесет некоторую духовную песнь. Если же он называет ее поучением своего сердца, не смущайся, что он принял от Духа, тому постоянно поучался. О том часто размышлял в самом себе и уже размыслив, возвещал другим. Что значит «притчу»? Это слово имеет много значений. Оно означает и молву, и пример, и порицание. Например, когда говорится «положил нас в притчу в народах, в поругании, в покивании головы». Притчей называется также «загадочная речь», которую многие называют вопросом, требующим разрешения. Когда она выражает нечто, но из самых слов неясно, заключая в себе сокровенный смысл, каковы, например, слова Самсона, «от идущего вышло и домой, и из крепкого вышло сладкое». И от Соломона уразумеет «притчу» и «замосу». Называет «притчей подобие», и иной притчей предложил им, говоря, «царство небесное, подобное человеку, посеявшему доброе семя». Называется «притчей переносное выражение», например, «сын человеческий, скажи притчу сию, орел с большими крыльями», из Икиля 17, где орлом называется «царь». Притчей называется также прообраз и предначертание, как показывает Павел, когда говорит «верой принес Авраам и Саака, будучи искушаем, и ненародного в приношение, приняв обетование, поэтому и стал он в предзнаменовании». то есть прообраз, предначертание, 235. Итак, что же здесь называет он притчей? Мне кажется, так называет он повествование. Не смущайся, что он употребляет речь загадочную и весьма трудную для разумения. Он делает это для того, чтобы возбудить слушателя, так как речь легкая для разумения, доводит многих до невнимательности, то он и говорит притчей. Потому и Христос многое говорил в притчах, а наедине ученикам объяснял их. Притча отличает слушателя достойного от недостойного. Достойный старается узнать смысл сказанного, а недостойный оставляет его без внимания. Так и было тогда. Иудеи и трудные для разумения речи не возбуждались и не располагались делать вопросы. Так мало они внимали сказанному. Прекровенная речь вообще может сильно возбуждать к исследованию. Поэтому и Христос поступал так, говорил в притчах, для того, чтобы возбудить и расположить иудеев, беспечных и сонливых, к внимательнейшему слушанию. Но они, несмотря на это, не были внимательны. А ученики слушали прилежно. И когда они разумели, тогда особенно и были внимательны, из-за того, что не разумели. Потому он и объяснял им притчи наедине. Потому и пророк говорит, «Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою». Загадка есть речь прикровенная и загадочная. Как он говорит в другом месте, про вещевое гадание о создании мира. Ее он осмелился назвать премудростью, потому что был подвигнут божественным откровением, сказав «на гуслях», для того, чтобы показать духовный смысл учения и бывшее ему вдохновение свыше, предложил наставление в виде песнопения, для того, чтобы сделать речь свою приятную. Видишь ли, какое составил он предисловие. Призвал вселенную, отверг неравенство, бывающее в жизни, напомнил о природе, смирил высокомерие, обещал сказать нечто великое и высокое. Сказал, что ничего не будет говорить от себя, но только то, что слышал от Бога. Заметил, что речь его будет весьма неясна, чтобы сделать нас внимательны, обещал научить нас духовной мудрости, о которой размышлял он постоянно. Будем же внимательны и не пропустим ничего. Если слово и его есть премудрость, притча и загадка, то требуется напряженное внимание. Что же это за поучение, за загадка, что за притча, что за премудрость, которую он слышал свыше? Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Видишь ли, как слова его загадочны, приточны, прикровенные, весьма неясны. Но если угодно, узнаем наперед, о каком, говорит он, дне лютом, дне бедствия. Какой день Писание обыкновенно называет лютым? День бедствий, наказаний и скорбей. Так и в другом месте он говорит «Блажен, презирающий на нищего и убогого, ибо избавит его Господь в день лютый». Салом 41. Таков день будущего суда, страшный и ужасный для грешников. Видишь ли первый урок высочайшего любомудрия, который научает тебя, что достойно страха и что презирения? Кто не делает этого превосходного различия, тот находится как бы в глубоком мраке и расстройстве и не знает, что делать? Если мы не станем различать, чего должно страшиться и что презирать, то жизнь наша будет исполнена многих заблуждений, многих опасностей. В самом деле, крайне безумно бояться того, что недостойно страха и смеяться над тем, чего должно страшиться. Тема отличается люди взрослые от детей, что последние, не имея зрелого разума, бояться масок и людей, одетых в мешок. Между тем, как оскорбить отца или мать, считают за ничто, бросаются на огонь, и горящие светильники, а боятся какого-нибудь шума, не имеющего в себе ничего страшного. А взрослые не подвержены ничему такому. Но так как многие неразумнее детей, то пророк и делает такое различие, говоря, чего должно страшиться. Не того, что для многих кажется страшным, то есть бедности, незнатности, болезни, которые для многих кажутся не только страшными, но даже ужасными и невыносимыми. Ничего подобного он не внушает, а только одного греха. Это означает слова «беззаконие путей моих окружит меня». Итак, вот приточное слово, вот новое и необыкновенное учение. Действительно, для многих кажется новым и необыкновенным, говорит. Говорит, что не должно бояться никаких житейских скорбей. Для чего бояться мне в одни бедствия? Только одного, говорит, боюсь я, что в беззаконии на пути моем и в жизни моей не окружило меня. Когда беззаконие путей моих окружит меня. Питой, Писание называет коварств, идущий со мной хлеб, говорит пророк, поднял на меня питу. Та же Исаф сказал об Якове, он второй раз запял меня. Таков грех, он коварен и способен к обольщению. И его, говорит, боюсь я, греха, который обольщает меня, который окружает меня. 237. Поэтому и Павел называет грех запинающим. Выражает, что он часто, легко и удобно завладевает нами. В здешних судилищах люди опасаются многого. И богатства, и власти, и клеветы, и обмана. А там ничего нет подобного. Но страшен один только грех, окружающий, предающихся ему со всех сторон, и поступающий свирепи неприятельского войска. Потому нужно всячески стараться, чтобы не быть окруженным от него. И если видим, что он хочет напасть на нас, то убегать от сетей его, как делают на войне искусные воины. Если же будем уловлены от него, то немедленно разрывать узы его, как сделал Давид, сокрушив силы его покаянием. Он был пленен грехом, но скоро избавился от него. Кто боится греха, тот никогда не будет бояться ничего другого, но будет смеяться над благами настоящей жизни и презирать скорби. Потому что один только страх греха потрясает душу его. Кто имеет этот страх, для того ничто поистине, ничто другое не страшно. Ни самая смерть, которая страшнее всего, но только один грех. Почему? Потому что грех предает человека гиене, подвергает вечному мучению. С другой стороны, такой страх ведет ко всякой добродетели. Представь, как важно не превозноситься житейскими благами, не малодушевствовать в бедствиях, не прилепляться ни к чему настоящему, заботиться о будущем, ожидать последнего дня, проводя жизнь в этом страхе. Такой человек сделается ангелом, опасаясь только одного греха и ничего другого. Он не будет бояться ничего другого, если будет одного этого бояться, как должно бояться. И, напротив, кто не боится этого, тот испытает много страшного, надеющийся на силы свои, хвалящиеся множеством богатства своего. Может быть, кто-нибудь спросит, какая здесь связь речи? Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их и не будет того вовек. Может быть, кто-нибудь спросит, «Великое и непрерывное и весьма близкое», ответим ему. Так как он говорит о суде в будущем страшном отчете о неподкупном приговоре, а в здешних судилищах многие извращают правду, подкупают судей, избегают наказания, то, возвещая неподкупность того суда и усиливая страх, о котором сказал выше, он присовокупляет и это объясняет, что подлинно хорошо, как он сказал, страшиться одного только греха и ничего другого. Там нельзя извратить правду деньгами или избавить себя от гиены подарками. Там не спасает ни покровительства, ни красноречия и ничто другое подобное. Как бы ты ни был богат, какую бы ни имел власть, с кем бы ни был знаком, все это тщетно и бесполезно. Там каждый наказывается и увенчивается по делам своим. И современник Лазаря был весьма богат, но богатство не принесло ему никакой пользы. И девы были знакомы с другими девами, но эта близость нисколько не помогла им, потому что там требуется только одно. Поэтому вы, говорит пророк, надеющиеся на богатство и обличенные власти, напрасно и тщетно превозноситесь. С вами не пойдет на тот суд ни обилие богатства, ни сила власти, ни дружба, ни родство и ничто другое не избавит вас. Там нельзя дать деньги, выкуп или цену за душу свою, чтобы спастись. Та же говорит и Писание, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас в вечные обители. Что значит эти слова? Они не заключают в себе ничего противного, ничего не согласного с вышесказанными, но весьма согласны с ними. Здесь говорится, что нужно приобретать друзей в настоящей жизни, употребляя богатство и расточая имущество на нуждающихся. Здесь заповедуется ничто другое, как только щедрая милостыня. Если ты отойдешь туда, не сделав ничего такого, то никто не будет ходатайствовать за тебя. Ни дружба людей ходатайствует за нас, но то, что друзья приобретенные богатством, потому Господь и присовокупил друзей богатством неправедным, дабы ты знал, что тебя защитят самые эти дела твои, милосердие, человеколюбие, щедрость к нуждающимся, а что ни родство, ни дружба не принесут никакой пользы без дел. Об этом послушай, что говорит пророк. Если станет Иов, и Ной, и Даниил, то не избавит сынов своих и недочерей. Изекииля 14.14 Но что я говорю о будущей жизни? Если в настоящей дружба нисколько не защищала, так сколько плакал и рыдал Самуил, и однако не спас Саула. 1 царств 15.35 Сколько молился Иеремий, и однако ни в чем не помог иудеям, но еще получил запрещение Иеремия 16.7.11 И удивительно лишь, что Иеремий нисколько не помог им, когда даже Моисей, как сказано, если бы он был в то время, не мог бы спасти тогдашних иудеев, которые предавались нечестью и сами от себя не оказывали ничего доброго. Иеремия 15.1.239 Сколько скорбел об иудеях Павел, сказавший «Братья мои, желание сердца моего молитв моя к Богу о вас во спасение». И однако помогла ли им его молитва? Нисколько. На что я говорю о молитве, когда он желал даже быть отлученным за них от Христа? Итак, не напрасны ли молитвы святых? Нет, напротив, они имеют великую силу, если ты содействуешь им. Так Петр воскресил Тавифу не только по своей молитве, но и потому, что она отвечала с милосердием. Так и другим помогали молящиеся святые. Но так бывает здесь, где еще продолжаются труды и подвиги. А там ничего нет такого, но спасение зависит только от дел. Потому пророк и смеется весьма сильно над богатыми и гордыми. Он не сказал, имеющие богатство или приобретшие силу, но надеющиеся на богатство. На силу, хвалящиеся богатством множество, смеясь и укоряя их за то, что они надеются на тени и превозносятся дымом. Хорошо так же сказал он. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Хорошо он говорит, потому что цена души выше даже целого мира. Как говорит Господь, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? А чтобы ты убедился, что цена души выше целого мира, послушай, что говорит Павел о других святых. Они прошли в милотях, в козьих кожах, скитаясь, терпя лишения, ослабления тех, которых целый мир не был достоин. Подлинно мир для души. Как отец не взял бы дома за сына, так и Бог не взял бы мира за душу, но от нее требуются дела и подвиги. Хочешь не взял цена души наших? Единородный сын Божий жалая искупить их принес жертву не мир, не человека, не землю, не море, но честную кровь свою. Так и Павел говорит, ценою куплены вы, не будьте рабами человека. Видишь ли великость цены? Следовательно, когда ты погубишь душу свою, купленную такой ценою, то как можешь искупить ее? Христос восстал из мертвых и более не умирает. Видишь ли, как велика цена, как высоко достоинство души? не пренебрегай же ею и не делай ее пленницею, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел смерти вовек. Сказав о богатых и сильных, показав, что от этого нет им никакой пользы, пророк говорит теперь о живущих добродетельно, в трудах, в скорбях, ободряясь подвижников любомудрия. Не говори мне, продолжает он, что здесь труды и огорчения, но представь плоды и вспомни, что человек бессмертен, что за ним следует вечная жизнь, не имеющая конца. Поэтому не гораздо ли лучше, немного потрудившись здесь, получить вечный покой, нежели насладившись немного, мучиться бесконечно. Далее желаю показать, что не только там награды и венцы, но еще и здесь бывает начало воздаяния. Он продолжает «И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел смерти». Не возражай мне, ты говоришь только о будущем. Нет, я и здесь даю тебе задаток будущих венцов и лучше залог и самые награды. Как и каким образом? Человек любомудрый, руководящийся надеждой будущего и самой смерть, не будет считать смертью, но видя перед глазами своими лежащего мертвеца, не предастся скорби, подобно многим другим, представляя венцы. Награда, неизреченное благо, которое око не видело и ухо не слышало. Тамошнюю жизнь, ликование с ангелами. Как земледелец, видя истливающее зерно, не падает духом и не отчаивается, а напротив, тогда особенно и радуется, восхищается, зная, что это истление бывает началом новой жизни и причиной обильнейшего плодоношения. Так и праведник, украшенный добрыми делами ежедневно ожидающий царства, видя перед глазами своими смерть, не унывает, как многие другие, не смущается и не сокрушается. Он знает, что для живущих праведно смерть есть перемена к высшему, переход к блаженнейшему состоянию, путь к венцам. Кого здесь пророк называет премудрым? Не истинно премудрых, а считающихся премудрыми. Каждый видит, что и мудрый умирает, рано, как и невежда и бессмысленный погибает и оставляет имущество свое другим. Мне кажется, что он разумеет языческих мудрецов смеясь над ними, потому что они, называя себя мудрыми, обезумели, праведник увидит этих мудрецов погибающими, плачущими, проливающими слезы, рыдающими. Тогда сам не испытает ничего подобного, но будет выше таких стрел, ободряясь благими надеждами и знает, что эта гибель есть не погибель существа, а истребление смертности и уничтожение тления. Эта смерть не тело погубляет, а истребляет тление. Сущность же остается вовеки, чтобы воскреснуть в большей славе. Впрочем, не у всех, потому что, хотя воскресение будет общим для всех, но воскресение восславит только для живших праведно. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Видишь ли, как пророк не только будущими, но и здесь случающимися обстоятельствами отклоняет от зла и любостяжания и руководит к добродетели, истребляя страсть к богатству, называя людей, привязанных к настоящим благам, безумными, и доказывая это самыми делами. 241. В самом деле, скажи мне, что может быть безумнее человека, который трудится, заботится и собирает богатство для того, чтобы другие наслаждались плодами трудов его? Что может быть хуже этого тщетного труда, когда употреблявший усилия и подвергавшийся изнурению сам окончить жизнь, и наслаждение благами предоставит другим, и притом не родным и знакомым, а как часто бывает врагам и противникам. Поэтому пророк не сказал другим, но в мыслях у них говорит, что домы их вечны, но человек в чести не прибудет. Что значит чести не прибудет? Он уподобится животным, которые погибают, то есть вместе с теми, о которых сказано выше. Здесь, мне кажется, он говорит о людях, нечестивых, привязанных благом, настоящему, нисколько не думающих о будущем, называя их безумными в этом отношении. Если ты думаешь, что после настоящей жизни ничего не будет, то для чего и мучаешься, и беспокоишься, собирая отсюда бесчисленные богатства, подвергая себя трудам, а плодами их не наслаждаясь. Это путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их, как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет спасти их, и наутро прайдники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила жилища их. Это говорит он сообразно с их мнением. Что может быть хуже такого безумия, считать гробницы вечным жилищем и превозноситься ими. Так многие часто строят гробницы великолепнее домов. Они трудятся, беспокоятся или для врагов, или для червей и праха, расточая имущество без всякой пользы. Таков образ мыслей у тех, которые ничего не надеются в будущем. Но при этом не нужно оплакивать и многих других, которые и надеясь на будущее, подражают не имеющим никакой надежды в будущем, созидая гробницы, воздвигая великолепные памятники, зарывая золото в землю, расточая имущество свое на других и таким образом оказываясь хуже тех людей, кто не ожидает ничего после настоящей жизни, тот заботится о здешних благах, хотя не разумно, но по крайней мере, потому что не ожидает ничего лучшего. А ты, человек, знающий о жизни будущей, о тамошних неизреченных благах, о том, что по изречению евангельскому тогда праведники просветятся как солнце, какое можешь получить прощение, какое можешь иметь оправдание, какому не подвернешься ты справедливому наказанию, когда все расточаешь здесь на прах, на пепел, на памятники, на противников, на врагов, и земли называют своими именами. Вот другой род безумия давать свои названия зданиям, полям, баням и считать их величайшим для себя утешением, гоняться за тени вместо истины. Если ты, человек, хочешь приобрести себе вечную память, то не названия свои давай зданиям, а воздвигай трофеи добрых дел, которые в настоящей жизни сохранят твое имя и в будущее доставят тебе вечный покой. Если ты желаешь и домогаешься оставить по себе память, то я укажу тебе путь к ней истинный и несомненный. Старайся быть добродетельным. Ничто так не делает имени человека бессмертным, как добродетель. Это доказывают мученики, доказывают останки апостолов, доказывают память живших добродетельно. Сколько царей воздвигали города, строили пристани, давали им имена свои и по смерти не получили себе никакой пользы, преданным молчанию и изобвению. А рыбак Петр не сделал ничего такого, но преданный добродетель, занял царственный город и после смерти сияет светлее солнце. Но то, что ты делаешь смешно и постыдно, эти самые памятники не только не делают тебя славным, но делают даже смешным, раскрывая против тебя уста всех. Тогда, как твое любостяжание могло бы со временем быть предано забвению, эти здания стоят везде, как столбы и трофеи, свидетельствующие о твоем любостяжании. Но человек в честь не пребует, он уподобится животным, которые погибают. Здесь, мне кажется, пророк сожалеет о том, что человек существо разумное, которому верено господство на земле, унизился до бессловесных животных, трудясь напрасно, делая противное своему спасению, занимаясь тщеславием, предаваясь любостяжанию, беспокоясь о вещах бесполезных. Честь человека состоит в добродетели, в помышлении о будущем, в том, чтобы делать все для той жизни и презирать настоящее. Жизнь бессловесных животных ограничивается настоящим существованием, а наша направляется к другой жизни, лучшей и не имеющей конца. Вот почему люди, не знающие ничего о будущем, хуже бессловесных животных, и не только они, но и те, которые ведут жизнь развратную, делаясь змеями, скорпионами и волками, по коварству, валами по глупости, псами по бесстыдцу. 243. Скажи мне в самом деле, что может быть безумней людей, занимающихся гробницами, памятниками и удивляющихся над писанием чужих имен? Ничто не оставляет о нас памяти, кроме одной добродетели. Ни дом, ни статуи, ни дети и ничто другое подобное. Дом есть дело строителя, статуя дело художника, дети дело природы, а к твоей славе это нисколько не относится. Вот почему пророка называет такого человека безумным, так как он, наложив на себя ярмо безумия, становится хуже бессловесного животного. Животное бывает хоть полезно и способно к земледелию, а человек, предавшись безумию, делается через это и его хуже. Сказав выше о том, как грубые, земляные, низменные, понятия таких людей, как бесполезны труды их в собрании богатства, в собирании и желая сильнее выразить вину их, пророк упоминает и о благодеяниях Божиих, как и в других местах обыкновенно поступает пророки. Так Исаия, намереваясь обличить иудеев, прежде всего упоминает о чести, оказанной им Богом и говорит, сынов родил я и возвысил, они возмутились против меня. Так и здесь пророк, выражая одним словом благодеяние, оказанное Богом, роду человеческому, говорит, человек, который в чести и неразумен. О какой чести говорит он? Послушай, что он говорит в другом месте. Немного чем унизил ты его предангелами, славой и чести венчал его. И объясняя эту честь, продолжает, ибо все покорил под ноги его, овец и волов, скотов, полевых, птиц небесных, рыб морских и все приходящее морскими стезями. Солом 8.6 Действительно, величайшая честь предоставить ему владычество над всем видимым и притом еще не сделавшему ничего доброго. Еще не создав его, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И потом, желая объяснить выражение по подобию, прибавил и да обладает над рыбами морскими, зверями земными и птицами небесными. Это существо небольшое, величиной в три локтя, и столь малой по телесной силе в сравнении с бессловесными животными он сделал превосходнейшим перед всеми ими способностью разума, одарив его разумную душою, что и служит знаком величайшей чести. При помощи этой способности человек построил города, растек моря, воздел землю, изобрел бесчисленное искусство, сделался обладателем свирепейших животных и, что всего важнее и главнее, познал своего создателя Бога, приступил к добродетели, узнал, что хорошо и что нет. Он один из видимых тварей, молится Богу. Он один удостоился откровений, познал много сокровенного, научился небесному. Для него земля, для него небо, для него солнце и звезды, для него течение луны, перемены времен и года и разнообразие погоды, для него произрастание плодов, растения и столь многие роды животных, для него день и ночь, для него были посланы апостолы и пророки, для него часто были посылаемы ангелы, впрочем, нужно ли исчислять многое? Всего исчислить невозможно. Для него единородный Сын Божий сделался человеком, был распят, погребен и по воскресенье для него было столько страшных знамений, для него закон, для него рай, для него потоп. Действительно, это величайший для него род чести, получать исправление посредством благодеяний и наказаний. Для него все бесчисленные дела промышления, совершенные в прежнее время и самый будущий суд совершится для его чести. Вот почему и говорит его, что есть человек, что ты привел его на суд? Подобно, как говорит Самопея с другом вместе, и что есть человек, что ты помнишь его? Для него опять придет единородный Сын Божий с бесчисленными благами, потому что одни блага он уже даровал нам, сообщив их через крещение и другие таинства и тайноводства, и наполнил землю разными чудесами, а другие обещал даровать как-то царство небесное, жизнь вечную, чтобы нам сделать наследниками его и царствовать вместе с ним. Поэтому и сказал Павел, если с ним терпим, то с ним и будем царствовать. Представляя все это, порог справедливо сравнивает с бессловесными животными тех людей, которые предпочли своему благородству порог и сами себя предали страстям животных. То же делают и другие пророки, желая таким сравнением возбудить стыд в бесстыдных слушателях. Так один из них говорит, кони же нам неистовые, а другой волк познал владетеля своего осел ясли господина своего, выражаясь еще сильнее, нежели Давид. Давид сказал, уподобились скотам несмысленным, а этот говорит, что они сделали даже безумнее скотов, потому что и скот познал владетеля своего, а Израиль не познал меня. 244 Другой премудрый муж, желая показать, что человек ленивый, беспечный и преданный праздности хуже муравьев, отсылает его к ним учиться трудолюбию. Пойди, говорит ленивец, к муравью, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или повелевает также идти к пчеле, пойди и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит, ее труды употребляет во здравии и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славно, хотя силой она слаба, но мудрость ее почтенна. Третий говорит, суди его, как волки аравийские, Сафония 3.4, еще иной, в пустыне сидела как аравитянин, Иеремия 3.2, а сын Захарии говорит, порождение Ехидины, кто сказал вам бежать от будущего гнева? Так же и Исаия, змеиные яйца высиживают и ткут паутину. И сам пророк Давыд в другом месте говорит, я таспидов под устами их, еще, ярость их подобна змеиной. Таков порок. Человек, как человека столь великого, столь славного и украшенного таким достоинством, он доводит до низости бессловесных животных. Поэтому и в настоящем псалме пророк указав на два вида порока и предоставив другие соображения слушателей, так укоряет преданных им подлинно. Что может быть безрассудней человека, который напрасно, тщетно и с вредом для головы своей обходит вселенную, собирает бесчисленные богатства не для себя, а для других, неизвестных ему даже часто для врагов и ненавистников. Хорошо, сказал он, и не знает, кому достанется то богатство. Что может быть безумнее тех, которые на себя принимают труды и грехи при собирании богатства, а другим предоставляют наслаждаться им. Потом вместе с любостяжанием выставляя на вид тщеславие, он с великой силой обличает и этот порок. Что в мыслях у них, что домы их вечны, что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Что опять может быть безумнее тех, которые поручают свою память и вирают свою славу камням, деревам, бездушному веществу, а немногих совершенно лишили имущества, ограбили вдовиц, разорили сирот, для того, чтобы сделать великолепное жилище для червей, создать величественные ограды для моли и тления, думая, что через это память их будет бессмертною. Тогда, как все это не может предохранить тело от смерти, даже на одно краткое мгновение. Этот путь есть безумие их, хотя последующее за ними одобряет мнение их. Усильное искание всего этого тщетная деятельность, великая страсть к богатству, ненасытная жажда славы, еще прежде говорит, будущего наказания, и здесь бывает им соблазн и преткновение. Действительно, этот путь немалый соблазн, немалое преткновение, немалое препятствие к преуспеянию добродетеля. Поэтому он и говорит, сей путь их есть безумие их. Хорошо назвал он этот путь соблазном для них, они связывают сами себя, налагают узы сами на себя, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Сказанное здесь есть самое тяжкое зло и причина прочих зол. Когда люди, совершающие столько грехов беззакония и безумств, ублажают и прославляют самих себя, называют себя достойными подражания и восхищаются своими делами, то представь, какую великую силу получает злое желание порока, восхваляемого самими совершающими его. В самом деле, если он и будучи осуждаем, порицаем и обличаем, подвергаясь совести людей, бодрствующие бичеванию, наказанию и ненависти, так бесстыдно процветает и с каждым в нем усиливается, то когда для него не только не будет препятствий, ни обличений, ни угрызений совести, ни сожаления случившимся, ни раскаяния соделанным, ни сокрушения, ни воздыхания, ни слез, а будет все противное тому, когда совершающего будут одобрять самих себя, превозносить себя похвалами, считать себя за это самое лучше других и по совершению прославлять сделанное, а это означает слова, но, хотя последующее за ними одобряет мнение их, то до чего не дойдут они, действительно, есть люди столь развратные, так глубоко падшие, что и по совершении злого пожелания, когда при виде преступления им особенно следовало бы стыдиться, они радуются, восхищаются, услождаются сделанным, грех таков, что прежде его совершения он прикрывает свою гнусность, украшает свою отвратительность опьяняющим удовольствием, но, когда он совершен, когда удовольствие похоти мало-помалу проходит и наступает и грузение совести, наказующие, освобождившиеся от него рассудок, тогда открывается вся его гибельность, а эти люди и после совершения греха, когда видят собранное богатство, воздвигнутые гробницы, оконченные тщеславные здания, вместо того, чтобы сокрушать и воздыхать, они после этого, после совершения греха, после исполнения злого пожелания, еще более предаются недугу, когда таким образом идет дело с их стороны, тогда бог приступает к своему делу, 10, 46, как осуждающие сами себя за свои грехи предупреждают и отклоняют от себя суд Божий, так, говорит Павел, если бы судили себя, то не были бы судимы, так, напротив, страждущие, неизлечимые болезни, согрешающие и не раскаивающиеся в своих грехах, навлекают на себя строгое наказание Божие, так как эти люди, которые или похищают чужое, или тщетно и напрасно истрачивают свое, расточая на гробницы, на червей, на моль, то, что следовало бы употреблять на бедных, не раскаиваются в делах своих, но остаются неисцельно больными, то послушай, что потом бывает с ними, что же бывает, они подвергаются наказанию от Бога, поэтому пророк и присовокупляет, как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет спасти их, не кротость выражает он здесь названием, овец, так как что может быть свирепей людей, которые остаются равнодушными, при виде обнаженных и истощенных от голода бедных, а украшает жилища для тления, червей и моли, но легкость их погибели, скорость угрожающей им опасности, удобо уловимость их для врагов, действительно, нет ничего слабее человека, живущего порочно, тоже будет и с этими людьми, они так будут поражены, так скоро погибнут, отойдут в ад, так удобно, легко, быстро, немедленно, так как заколаемые овцы, это смерть или еще хуже смерти, они после такой кончины подвергнутся смерти вечной, они отойдут не в лоно Авраама и не в другое какое-нибудь место, но в ад, место осуждения, наказания и конечной погибели, и здесь конечная кончина их унизительна и безотрадна, и тамошняя жизнь исполнена мучений, так и мы имеем обыкновение говорить о людях скоро погибающих, такой-то погиб, как овса, как жили они подобно бессловесным животным, так и погибают подобно бессловесным животным, не имея благой надежды на будущее, и не только так, но еще и к большему бедствию, и смерть будет спасти их, здесь, мне кажется, пророк называет смертью тамошнюю погибель, мучение, как и в другом месте говорит пророк, душа согрешающая, та умрет, выражая не уничтожение бытия, а наказание, он подложает переносную речь, сказав об овцах, показывает их пастыре, кто же этот пастырь, это ядовитый червь, нескончаемый мрак, неразрешимые узы, скрежет зубов, видишь, как они терпят наказание во всем, в жизни, потому что встречали препятствия к добродетели, были рабами, пленниками порока, трудились трудом напрасным и постыдным, смерти, потому что окончили жизнь скоро и бесславно, после смерти, потому что преданные вечной погибели, и праведники наутро будут владычествовать над ними, так как многие из людей, огрубевших и дошедших до бесчувственности камней, не имеют ясной и светлой надежды на будущее, но предан настоящему и видимому, то он устрашает их этой переносной речью, а потом, когда сказал кратко о будущем, опять говорит об уничижении их и наказании в жизни настоящей, показывая, как они слабы, низки, презренны, и хотя бы обладали бесчисленными богатствами, хотя бы обличены были властью, бывает слугами и рабами тех, которые живут добродетельно. Поэтому и говорит, и праведники наутро будут владычествовать над ними, то есть скоро, постоянно, так что не нужно для этого ни времени, ни труда, ни ожидания. Таково свойство добродетели и порока, что последний служит первой, опасается ее и страшится, хотя бы он был украшен бесчисленными, прекрасными, многими отличиями, а та была бы без всяких украшений и стояла сама за себя. Напротив, скажешь, мы видим, что порочный господствует над добродетельными, но не станем смотреть на ошибочное мнение многих. Такое осуждение происходит от ложных понятий, но будем правильно судить о вещах, и ты убедишься, что сказанные слова справедливы. Пусть будет злой господином и добрый слугой или лучше, если хочешь, приведем другой высший пример. Пусть будет злой царем, а добрый частным человеком. И посмотрим, кто из них господин другого, на чей стороне власть, кто из них повелевает и кто повинуется. Как нам узнать это? Пусть царь прикажет частному человеку сделать какое-нибудь порочное и нечестное дело. Как поступит добрый подданный? Он не только не согласится, не послушается, но постарается и самого повелевающего отклонить от намерения, хотя бы за это ему надлежало умереть. Кто же из них свободный? Тот ли, кто поступает по своей воле и не страшится в этом случае царя или тот, кто презирается подданным? Но не останавливаясь на неопределенном примере, вспомним, не была ли египтянка жена Пантифара царейцею? Не владычествовала ли она над всем Египтом? Не была ли она супругой царя? Не обличена ли была великой властью? А Иосиф не был ли рабом, пленником, купленным слугою? Не вооружилась ли она против юноши всеми своими средствами? Не другому поручив вести войну, но сама вступив с ним в борьбу? Но кто оказался тогда рабом и кто свободным? Она ли убеждавшая, просившая, умолявшая, сделавшаяся пленницей не человека, но злейшей страсти? Или он, презревший ее диадему, скипетр и порфиру и все внешние великолепия и разрушивший ее замыслы? Не вышла ли она невыслушанную и потому поработившись еще другой страсти, безумному гневу, мщению? А он не вышел ли с главой украшенной бесчисленными венцами и не показал ли в самом рабстве еще блистательнее свою свободу? Нет ничего столь свободного, как добродетель и ничего столь раболепного, как порог 248. Потому и в другом месте некто говорит, разумный раб господствует над безумным. Как пленник хотя бы он обладал бесчисленными богатствами, потому самому еще более подвергается нападению всех, так и преданные страстям бывает слабее паутины. Например, на войне недобродетельных ли мы видим побеждающими? Так же в делах и советах не их ли мнение оказывается твердыми, хотя бы никто не соглашался с ними, а в жизни будущей? Не богатый ли просил, как нищий капли воды и не получил? А бедный, который был умерен и добродетелен, не наслаждался ли величайшим блаженством, получив одинаковый жребий с Авраамом? Так же апостолы, будучи заключаемы вузы, подвергаясь бичеванию и бесчисленным страданиям, не побеждали ли тех, которые подвергали их этому? Вспомнив, какое недоумение приводили они гонителей своих, которые говорили, что сделаем этому человеку? Они были связываемы и приводимы в судилище. Но тогда, как те занимали место судей и начальников, а эти стояли на месте подсудимых. Последние побеждали первых. И всегда, если посмотреть внимательно, добродетельные окажутся одерживающим победу над нечестивым. Победа истинную, не такую, какую обыкновенно бывает у многих, не ложную, суетную и легко неспровергаемую, но прочную и непоколебимую. И могила их жилища, сила их истощится, то есть будет бессильно. Смысл этих слов следующий. Не только здесь они бывают удобно уловимы, без всякого защитника и без всякого помощника и открыты для нападения всех, но что гораздо хуже, не будут иметь и там никакого ходатая защитника и помощника, который утешил бы их среди страданий. Так мудрые девы не могли подать помощи неразумным, ни Авраам богатому, ни Ной ио и Даниил сынам и черям. Слово сила их истощится, могилы жилища их, от славы своей они будут изринуты, а все, что обветшавшее и состарившееся близко к уничтожению. Евреям 13, 7, 8, 13. Чего они особенно желали, для чего делали все и трудились, то есть, чтобы и по смерти достигнуть великой славы посредством богатства, зданий, гробниц, имен своих, начертанных на гробницах, и этого, говорит, лишаться они, что причинило бы им величайшую скорбь, если бы они были живы и знали о том. Подобные памятники служат обвинителями умерших, тело их сокрыто в земле, а камни издают голос, ежедневно осуждая их жестокость и бесстыдство, объявляя их общими для всех врагами, постоянно побуждая проходящих произносить им проклятие, обвинение, порицание. Что же это за слава? Оставить после себя обвинителя, который не умолкает, но одним видом своим отверзает уста всех, побуждает всех видящих и проходящих произносить сильнейшие укоризны, построившим его. Что может сравниться с таким безумием, воздвигать то, от чего сами они терпят наказание, от чего подвергаются стыду и осуждению, от чего и после смерти тревожатся многими, от чего бывает им проклятие, порицание и бесчисленные укоризны, как обиженных ими, так и необиженных. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. И 16. Сказав о наказании злых людей, о воздаянии за грех, пророк говорит и о наградах добрым. Так обыкновенно поступают и они, и другие пророки, чтобы исправить слушателя и с той, и с другой стороны, и наказаниями за грехи, и наградами за добродетели. Участь первых, говорит, бесчестие, тщетный труд, безумие, посмеяние, стыд, погибель, смерть, мучение, вечное наказание, сокрушение, лишение славы и безопасности при жизни и по смерти, порицание, осуждение, отсутствие всякого утешения в бедствиях. А наше, напротив, избавление от наказания, свобода души, безопасность, слава, честь. Все это он выразил словами, но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Называя здесь адом наказание и нестерпимые тамошние мучения. Размысли, сколько чести, не в этом только, но и в том, что сказал он в прибавленных словах. Когда теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю от счастья, а тогда познаю подобно, как я познан. А когда душа будет спасена, тогда и тело получит участие в благах. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Если же так, то почему, говорит, ты боишься настоящего? Почему огорчает тебя бедность? Почему ты страшишься человека богатого? Ты слышал учение в воскресенье? Награждение добрых и наказание злых. Для чего же боишься теней? Тамошние блага твердые и постоянные, а здешние подобны цветам увядающим. Поэтому, оставив все прочее, пророк и нападает на твердыню всех зол, страсть к богатству, потому что, когда она не спровергнута, тогда разрушается и все прочее. 250. Но как, скажешь, мне не бояться людей столь сильных, кратковременно могущество их, одночасно сила, непрочное благоденствие. Теням и сновидениям подобны и богатства, и роскошь, и такая честь. Поэтому пророк и присовокупляет, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, показывая причину, почему не должно бояться временного. «Пришла смерть, говорит, подсекла корень, и вся красота вместе с листьями исчезает, и дом предается на расхищение всем. Как овцы и козы нападают на срубленное и брошенное дерево, так точно и к умершим богачам приступают многие из врагов, многие из друзей, многие из облагодетельствованных ими, чтобы расхитить их имущество. И обладавшие такими богатствами, имевшие столько виночерпиев, поваров, серебряных и золотых чаш, столько десятин земли, домов, слуг, лошадей, мулов, верблюдов и рабов, отходит один, так что никто не сопровождает его, отходит, оставляя здесь и самые одежды свои. Действительно, чем великолепнее он был бы одет, тем обильнейший доставил бы пищу для червей, тем больше возбудил бы жадность гроба расхитителей и покушение на него несчастное тело. Подлинно, чем больше он украшается, тем сильнее навлекает на себя оскорбление, вооружая и призывая на себя руки разрывателей могил. Но скажешь, что в том? Зато он здесь веселится и торжествует до самой смерти. Весьма многие не до смерти, а напротив, когда враги нападали на них, то они страдали более осужденных преступников, лишившись имущества, подвергшись без чести и будучи заключены в темнице. Так сидевший вчера на колеснице сегодня в узах, вчера принимавший услуги от свистецов, сегодня окружен палачами, надушенный благовониями обогряется кровью, возлежавший на мягком ложе повергается на жесткий пол, всеми прославляемый презирается всеми. Но скажешь, и по смерти он получает великолепное и славное погребение. А что в этом ему ничего не чувствующему? Только больше зловония, больше посрамления, больше зависти. Это великолепие служит поводом к постоянной вражде между детьми и покойного. И посмотри, как точное выражение велико любомудрие пророка. Он не только поражает богатого тем, что богатство не отходит вместе с ним, но и здесь разоблачает все его обольщение, показывая, что это не его богатство, хотя человек и обладает им. Он не сказал, когда умножится слава его, но слава дома его. Все это говорит стояющие свои фонтаны, портики, бани, золото, серебро, лошади, мулы, ковры, одежды. Есть слава дома, а не человека, живущего в доме. Слава человека есть добродетель, который отходит вместе с приобретшим ее. А эта слава остается славой дома, или лучше сказать не остается, а разрушается вместе с домом и не приносит никакой пользы живущему в нем, потому что была не его слава. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себя, сказав о богатстве и славе, теперь пророк говорит о почестях, так как богатые и об этом много заботятся о лесте на площади, об угождении народа, похвалах общества, считая за нечто великое встречать рукоплескания на зрелищах, на пиршествах и судилищах, провозглашаться с теми и называться достойными подражания, то смотри, как он показывает ничтожество и этого со стороны продолжительности времени. Хотя он при жизни и ублажает душу свою, говорит он, то есть эти угождения, эти прославления бывают только до конца настоящей жизни, а потом вместе с прочим уничтожается и это, как временное и тленное и даже в устах тех же хвалителей обращается в противное после смерти его, когда спадет маска, внушавшая страх. Но прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, смотри, как он осуждает и благодеяние таких людей, ты льстишь ему, угождаешь, притворно и лицемерно оказываешь какую-нибудь временную услугу, а он хотя будет воздавать тебе благодарность, но с тем, чтобы ты сделал угодно ему, и когда таким образом совершенно подкупит тебя, тогда и будет благодарить тебя, вот что означают эти слова. Но он отойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Не сказал, когда сделаешь ему полезное и окажешь благодеяние, но когда сделаешь угодно ему, окажешь услугу по желанию и по мысли его, указал таким образом вред с обеих сторон и от лицемерного одобрения и от злонамеренного угождения. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают, пойдет, то есть будет подражать алточности отцов своих и происшедшие от злых наследует злобу их или иначе. Если не сделает ничего доброго, то окажется не получившим никакой пользы от богатства, останется вместе с почившими прежде него в прахе до суда и не будет в состоянии видеть света по закону природы. Потом, повторяя прежде сказанное, пророк и говорит, человек, который в чести неразумен, подобен животным, которые погибают. Человек, говорит, который умер таким образом, не употребив на должное богатство своего, нисколько не отличается от бессловесного животного. Он не познал чести, данной ему от Бога, и уподобился скотам, для которых смерть есть конец жизни. Чего доизбавимся все мы, как учащиеся этому, так и учащие во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.